Боддес сидел под деревом и говорил с учениками. К нему подошел человек и плюнул ему в лицо. Он вытер плевок и спросил этого человека. «Еще что-нибудь? Ты еще что-нибудь хочешь сказать?» Этот человек был немного озадачен, потому что он сам никогда не ожидал, что если на кого-то плюнуть, он сможет спросить «Еще что-нибудь?» У него не было в прошлом такого опыта. Он оскорблял людей, и они приходили в гнев и реагировали. Или если они были трусыми слабаками, они улыбались, пытаясь подкупить этого человека. Но Будда был ни тем, ни другим. Он ни в каком смысле не оскорбился и не струсил. Но просто по-деловому он сказал «Еще что-нибудь?» С его стороны не было никакой реакции. Ученики Будда разгневались, стали реагировать. Его ближайший ученик Ананда сказал «И это уж слишком, мы не можем этого потерпеть. Держи свое учение при себе, а мы покажем этому человеку, что так поступать нельзя. Он должен быть за это наказан. Иначе все начнут вести себя так же». Будда сказал «Молчи. Он не обидел меня. Но теперь меня обижаешь ты. Он новичок, он незнакомец. И может быть, он что-то от кого-то обо мне услышал и сформировал какое-то представление, понятие обо мне. Он плюнул не на меня. Он плюнул на свое понятие, свое представление обо мне. Потому что он совершенно меня не знает. Как он может плюнуть на меня? «Наверное, он что-то слышал обо мне от людей. Этот человек-атеист, опасный человек, который сбивает людей с толку. Революционер, развратитель. Наверное, он что-то обо мне услышал. И сформировал понятие, представление. Он плюнул на свою собственную идею. «Если ты глубоко это обдумаешь, — сказал Будда, — он плюнул на свой собственный ум. Я не часть этого. И я вижу, что этот бедняга, наверное, хочет еще что-то сказать. Потому что это способ что-то сказать. Плевок — это способ что-то сказать. Есть мгновения, когда ты чувствуешь, что язык бессилен. В глубокой любви, в интенсивном гневе, в ненависти, в молитве. Есть интенсивные мгновения, когда язык бессилен. Тогда ты должен что-то сделать. Когда ты в глубокой любви, и ты целуешь или обнимаешь человека, что ты делаешь? Ты что-то говоришь. Когда ты в гневе, в интенсивном гневе, и ударяешь человека, плюешь на него, ты этим что-то говоришь. Я могу его понять. Наверное, он хочет сказать что-то еще. Именно поэтому я спрашиваю. Еще что-нибудь? Этот человек был еще более сбит с толку. И Будда сказал своим ученикам. «Вы оскорбили меня больше, потому что вы знаете меня, прожили со мной столько лет и все же реагируете». Озадаченный в замешательстве, этот человек вернулся домой. Он не мог спать всю ночь. Это трудно. Если ты видишь Будду, трудно спать так же, что и раньше. Невозможно. Снова и снова его преследовал этот опыт. Он не мог себе объяснить, что произошло. Он весь дрожал, он покрывался испариной. Он никогда не встречал такого человека. Он разбил весь его ум и весь его образец, все его прошлое. На следующее утро он вернулся. Он бросился к ногам Будды. Будда снова спросил его. «Еще что-нибудь? Это тоже способ сказать что-то, что нельзя выразить языком. Когда ты приходишь и касаешься моих ног, ты говоришь что-то, что нельзя выразить обычными словами, для чего слова слишком узкие, чтобы это могло в них содержаться». Будда сказал, «Смотри, Ананда, этот человек снова здесь. Он что-то говорит. Это человек глубоких чувств». Этот человек посмотрел на Будду и сказал, «Прости меня за то, что я сделал вчера». Будда сказал, «Простите, но я не тот человек, с которым ты это сделал». Ганг продолжает течь. Он никогда больше не прежний ганг. Каждый человек — это река. Человека, на которого ты плюнул, больше нет. Я выгляжу как он, но я не тот же. Столько случилось за 24 часа. Столько воды утекло в реке. И я не могу тебя простить, потому что у меня нет против тебя обиды. И ты тоже новый. Я вижу, что ты не тот же человек, который пришел вчера, потому что тот человек был гневным. Он был гневом. Он плюнул. А ты склоняешься к моим ногам, касаешься моих ног. Как ты можешь быть тем же самым человеком? Ты не тот же человек, поэтому давай забудем об этом. Те два человека, человек, который плюнул, и человек, на которого плюнули, ни одного из них больше нет. Давай поговорим о чем-то другом. Это отклик. Реакция приходит из прошлого. Если ты реагируешь из старых привычек, из ума, тогда ты не откликаешься. Быть откликающимся, значит быть тотально живым в это мгновение, здесь и сейчас. Отклик – это красивое явление. Это жизнь. Реакция мертва, уродлива, гнила. Это труп. 99% времени ты реагируешь и называешь это откликом. Редко случается в твоей жизни, когда ты откликаешься. Но каждый раз, когда это случается, ты получаешь проблеск. Каждый раз, когда это случается, открывается дверь неизвестного. Вернись домой и посмотри на свою жену из отклика, не из реакции. Я вижу людей, которые, может быть, прожили женщиной 30 лет, 40 лет и перестали смотреть на нее. Они знают, что она пожилая дама, старуха, которую, как они думают, они знают. Но река текла все время. Эта женщина не та же женщина, на которой они женились. Это прошлое явление. Эта женщина больше нигде не существует. Теперь это совершенно новая женщина. Каждое мгновение ты рождаешься заново. Каждое мгновение ты умираешь. И каждое мгновение рождаешься. Но смотрел ли ты в последнее время на свою жену, мать, отца, друга? Ты перестал на них смотреть, потому что думаешь, что они так стары, поэтому смотреть на них бессмысленно. Вернись и посмотри свежими глазами, как посмотрел бы на незнакомца. И ты удивишься, как многое изменилось в этой старой женщине. Огромные перемены происходят каждый день. Это поток. И все продолжает течь. Ничто не заморожено. Но ум это мертвая вещь, мертвое явление. Если ты действуешь из замороженного ума, ты живешь мертвой жизнью. Ты на самом деле не живешь. Ты уже в могиле. Отбрось реакции и позволь больше и больше откликов. Быть откликающимся, значит быть ответственным. Быть откликающимся, отзывающимся, значит быть чувствительным. Но чувствительным к здесь и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok